У нас критическая ситуация с железнодорожным сообщением. Но мы вообще знаем о том, что у нас половина области вообще не имеет железнодорожного соотношения с Украиной. Это Старобельский, Миловской, Марковские районы, потому что та ветка, которая есть там, она проходила через территорию России, но и заходит Луганск. И нужно построить небольшую ветку, там порядка 18 или 20 километров есть уже проект. И государство должно инвестировать в это, если не ошибаюсь, порядка миллиарда гривен. И тогда мы завяжем область, все-таки, железнодорожный определенный узел. И будет хотя бы какой-то такой железнодорожный хаб. Потому что как это влияет на нас? Потому что нужно вывозить продукцию, нужно вывозить зерно с этих аграрных районов. Их везут большими грузовиками, убивая те же новые дороги, которые сделаны у нас. То же самое плачевное, и не то чтобы плачевное, а критическая ситуация у нас сейчас с железнодорожными перевозками, именно с пассажирскими перевозками. Потому что, я поднимаю этот вопрос весь год, даже писал депутатские запады на министра Амеляна, на Укрзалезницы, о том, что нам нужно добавлять поезда. Почему до войны у нас были поезда на Одессу, на Львов, на Сумы, именно прямые поезда. Сейчас их нет. Почему нам их не возвращают? И мало того, что нам их не возвращают, у нас еще забирают существующие. Потому что, на самом деле, получилось так, что вроде как бы нам добавили ужгородский поезд, который приходит в Лисичанск в 4 утра, идет 32 часа. Что делать людям, которые приехали в Луганскую область, в Лисичанске в 4 утра? Вот пусть руководитель Укрзалезницы приедет на этом поезде, и этот поезд уходит через полтора-два часа, уже из Лисичанска опять едет 32 часа в Ужгород. Друзья, за полтора часа-два даже эти вагоны мыть никто не будет. Вы представляете, 32 часа ехать в Ужгород в грязных, немытых вагонах. Тут что, скоты живут в Луганской области? Ну, видимо, руководство Укрзалезницы считает, что здесь живут скоты. И у нас еще забрали поезд Лисичанск-Киев, который был тоже не очень удобен, потому что в Луганскую область он приходил в 3 часа дня, ты теряешь уже пол рабочего дня, и из Киева он уходит тоже в 11 вечера. Раньше наши поезда уходили в 7-8 вечера из Киева и приходили в 8-9 утра в Луганск. И наоборот, отсюда уходили в 6-5 часов вечера и в 8 утра приходили в Киев, ты попадал на все мероприятия. И еще у нас к этому, еще забрали у нас Харьковский поезд, удобный, понимаете? Обратная ситуация в Донецкой области, где есть Хюнда, где есть несколько поездов на Киев, где нужна, где же Бривский молодец пробил поезд на Львов и на Одессу старые свои поезда. Сейчас социальное напряжение в обществе, оно на таком пике. Вот этот поезд ужгородский, уже до 2 января нельзя взять билетов, их нет просто. Но еще самое интересное, почему-то жителям Луганской области эти билеты открываются только за 10 дней до продажи. Все Украине за 45 дней, а мы просто даже их купить не можем. Мы что здесь, люди второго сорта. Поэтому, исходя из этого, сегодня в Рубежном была сессия. Я как депутат Рубежанской Рады обратился к депутатам с депутатским звернанием. Там четкие предложения по изменению ситуации в железнодорожном движении. Какие самые пропозиции? Вкратце пропозиции такие. Я считаю, что поезда нужно не убирать, а забирать. И сюда, в первую очередь, для того, чтобы эта территория развивалась, давать нормальные, в том числе, качественные составы. Как вы даете в Донецкую область, ну, к Розалезнице. Предложения какие? Поезд из Луганской области должен выходить, как и раньше, в 6-7, в полвосьмого вечера. И приходить в Киев в 8, в полдевятого. Это возможно, это реально. Так ходят донецкие поезда, так ходили наши. Этот график есть, его можно восстановить, не проблема. С Киева поезда должны уходить в 7-8 часов вечера, в полседьмого, как они это делали раньше. И приходить сюда в 8 утра, в 7 утра, в полвосьмого утра, чтобы человек мог приехать, не теряя времени, выйти на работу, провести какой-то тренинг, семинар, провести ряд каких-то встреч. Дальше. Должны возвращаться наши поезда на Одессу, наши поезда на Львов, потому что эти поезда были раньше. Это очень важно. Я, как руководитель департамента, очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда мне говорят, Денис, к вам невозможно доехать, мы не хотим к вам ехать. Это говорят представители международных фондов, это говорят представители бизнеса, это говорят обычные люди.